Родился и вырос в среднестатистической интеллигентной семье. Анашка родилась в Узбекистане. Бабам он депортирован был с Крыма, но тем не менее рос в Узбекистане. Анашка врач-терапевт-нефролог Бабам Алла Рахметалесен был связан со строительной спецификой и работал на тех или иных объектах, производствах, связанных со стройкой. С детства любил рисовать, с детства любил обращать внимание на красивые формы, которые окружают меня. И в принципе даже в рисунках я старался делать больше акценты на какие-то градостроительные планировки, сочинял какие-то там несбыточные фантастические города, рисовал. Но я и любил авиацию. Я до сих пор ее люблю. Это мое хобби. И это мое второе я, наверное, гражданская авиация. Если пролетит самолет, я подниму глаза к нему. Есть то, за что ты берешься, извините за выражение, с кайфом, а есть то, что делаешь по некой необходимости. Для меня кайф – это этно, эко, минималистично, но в некоем тандеме, в некоих синтезах. Находясь в Крыму, я должен оставлять некие островки этники, чтобы о нашем народе можно было всегда говорить как о народе с большой, великой историей, с большим потенциалом. Крым – очень специфический регион. И специфичен он прежде всего тем, что здесь есть мы. Те, кто приезжает в Крым, хотят видеть островки Крымского. Они не хотят видеть того, что они видят в других регионах мира. А самое крымское можем дать только мы. История досталась нам в минимум, в обрезках. Те материалы, которые являются фактажом архивным, они малодоступны. То, что доступно, оно не дает полной картины. Изучая даже по крупичкам те материалы, которые нам доставались, либо то, что еще осталось в камне. Некие участки хан-сарая, дюрбелер, старые мечети, старого Крыма, может быть, Бахчисарая. Можно прийти к выводу, что все-таки мы были и раньше глобальны. Мы не замыкались на каком-то узком понятии, только нашего узкого стиля. А мы старались развивать это и впитывать со многих уголков того большого пространства. Вот почему в ханском дворце можно увидеть элементы сельджукского орнамента, раннеордынского орнамента, агутского, элементы персидского стиля, марокканской архитектуры, элементы ренессанса, портал, оливиза. И есть связи с подобными архитектурными элементами и в Центральной Европе, Венгрии, и на Балканах, и в конце концов в Генуе и Венеции. То есть подобные порталы есть там, и они есть в ханском дворце. И они относятся к эпохе Возрождения. То есть наши ханы и наша культура, она была шире, чем местечковая. Любой старый домик – это шедевр. Это экология, это конструктив, это надежность, это красота. Это соотношение функций и пропорций. Вот предки это делать могли, и они, видимо, приходили к таким формулам столетиям, создавая вот именно, казалось бы, на первый взгляд неказистый домик. У наших предков был отменный вкус, потому что наши прадеды, прабабушки, пусть в самом простом окружении, но впитывали природную красоту и красоту простоты нашего народа, которая была именно на высоте. К сожалению, попав в Среднюю Азию, мы эту красоту со временем потеряли там. До депортации наш народ был культурно более высок, чем вернувшись с вынужденной ссылки. Этому есть объяснение, есть то, что наваливалось, живя в Средней Азии, есть некие условия быта, с которыми мы все столкнулись, тяжелого быта, обустраиваясь на нашей земле. И поэтому вот такой хаос в стилях, в архитектуре, в интерьерах он и проявился. Отделывать интерьер и строить, применяя элементы этники, нужно. Это наша самоидентификация. Каноны украшения старого татарского дома, они тоже должны интегрироваться в современное начало. Здесь как раз таки и выходит на передний план минимализм. Это может быть старый килим. Это может быть какой-то декоративный резной элемент, но взятый в определенную рамочку, либо стоящий на определенном современном пространстве, украшая интерьер и напоминая о глубокой этнике. Но я не сторонник того, чтобы наши интерьеры заполнялись множеством резных элементов, множеством сложных форм, которые и дороги, и уже, к сожалению, наверное, к сожалению, не соответствуют ритму нашей жизни. Он убыстряется, он упрощается. Есть то, безусловно, что вспоминаешь очень часто и чем гордишься. Я могу назвать прежде всего отель «Джеваль». И часть комплекса «Джеваля», где я как архитектор имел возможность и радость себя реализовать. Ну вот, мы находимся в Шикере. Это тоже можно назвать довольно удачным проектом. Как принято у творческих людей говорить, что самое главное я еще не сделал. Если Всевышний даст сил, даст вдохновение, даст знаний, то я бы все-таки хотел бы сделать что-то более глобальное. Музей под открытым небом. Большой, красиво работающий комплекс, в котором будут и жизнь, и быт нашего народа представлены во всех своих гранях богатых. Наш народ формировался не в дворцах, наш народ не формировался в городах, а наш народ формировался в сельском быту. Поэтому музей культуры и истории крымских татар это прежде всего деревенский быт, сельская жизнь. КОНЕЦ Супруга медик сейчас не работает и не хочет возвращаться в медицину. Она работала в детской реанимации и человек очень тонкой натуры, чувствительный. Когда появились наши дети, она сказала все, я не могу видеть ужасы детской реанимации и буду залечивать свои воспоминания домашним бытом. Это мой главный помощник, это мой друг, это моя правая рука, которая меня поддерживает, направляет, спорит со мной. Двое детей, старшему 22 года, учатся в университете гражданской авиации. Если Всевышний позволит, он все-таки будет в небе. Дочка в этом году поступила в университет, будущий психолог. Я мусульманин, крымский татарин. Я нахожусь у себя на родине, на своей земле. Это помогает чувствовать себя здесь комфортно. Помогает делать красивые, красивые, я надеюсь, полезные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok